Фильм «Бойцовский клуб», вышедший в 1999, номинировался на «Оскар» за лучшие эффекты и звуковой монтаж, но проиграл «Матрицы». А заработал фильм всего лишь около 100 миллионов при бюджете аж в 60. Фильм сделан по книге Чака Паланника, и съёмки шли более 4 месяцев. В книге Тайлер убил 12 человек, а в фильме ни одного. Кодекс мы должны чтить. На роль Тайлера изначально планировался Рассел Кроу, но в итоге её получил Брэд Питт, который также получил за роль 17,5 миллионов. Для сравнения, Эдвард Нортон Коммандер получил 2,5 миллиона. То есть в 7 раз меньше, несмотря на то, что его в фильме гораздо больше, чем Брэда Питта. Такое очень часто случается в фильмах, когда более знаменитый актёр получает гораздо больше денег за гораздо меньшую роль. Зараза! Эдик получил роль в «Бойцовском клубе» благодаря тому, что режиссёр Дэвид Финчер увидел его роль в фильме «Народ против Ларри Флинта» 96-го года. Хотя его роль в фильме «Первобытный страх» 96-го более схожая с ролью в фильме «Бойцовский клуб». Я понял, кто ты такой. На роль Марлы изначально планировалась Сара Мишель Геллар, но она была занята съёмками в сериале «Баффи-бомбардировщица вампиров» и роль получила Хелена Боном Картер, которая номинировалась как худшая актриса в «Бойцовском клубе» на премию «Стинкер Авард». Но это не говорит, что она плохая актриса, так как она ещё дважды номинировалась на «Оскар» за роли в других фильмах. Фраза из фильма «Первое правило «Бойцовского клуба» — вы не говорите ни с кем про «Бойцовский клуб». Это рекомендация уже посмотревшим фильм о том, чтобы они не рассказывали фильм тем, кто ещё и не смотрел, не рассказывали ни о сюжете, ни о развязке, ни тем более о его концовке, чтобы не портить впечатление ещё не посмотревшим фильм. Изначально режиссёром «Бойцовского клуба» должен был быть Питер Джексон, но Петя был занят подготовками «Властелина колец» и отказался. В итоге режиссёром клуба стал Давидик Финчеровский, который отказался от режиссура фильма «8 мм» с Николасом Кейджем, чтобы режиссировать «Бойцовский гей-клуб». «Первое правило «Бойцовского клуба» — не упоминать о клубе». А поначалу Давидик режиссировал различные музыкальные видеоклипы. Затем его первым полнометражным фильмом стал «Чужой 3» 92-го, который в оригинале пишется «Чужой в кубе». Вернулся к режиссуру клипов. Режиссировал классный фильм «7» 95-го с Брэдом Питтом и Морганом Фрименом. Фильм «Игра» 97-го. Отказался режиссировать фильм «Поймай меня, если сможешь» и режиссировал «Комнату страха» 2002-го. Отказался от режиссура «Миссия невыполнима 3» и режиссировал фильм «Зодиак» 2007-го, который очень понравится тем людям, которые любят фильмы-детективы. Об этом уже кино снимают. Режиссировал фильм «Загадочная история Бенджамина Бетона» 2008-го, за который номинировался на «Оскар». Режиссировал фильм «Социальная сеть» 2010-го, за который вновь номинировался на «Оскар» за достижения в режиссуре. Режиссировал фильм «Девушка с татуировкой дракона на жопе» 2011-го и фильм «Исчезнувшая» 2014-го. В «Бойцовском клубе» еще играл небольшую роль музыкант и актер Джаред Лето, получивший «Оскар» за роль в фильме «Далласский клуб покупателей» 2013-го. Поминутно теперь пройдемся по «Бойцовскому клубу». На 5.00 главный герой скупает все, что ему внушает реклама. Об этой культуре потребления было в говенном фильме с хорошей идеей Джона Карпентера под названием «Чужие среди нас» 1988-го. Стоило мне увидеть что-нибудь затейливое, я загорался желанием купить его. Потребляйте. Распродажи перед закрытием. На 12.37 и в нескольких других моментах фильма можно увидеть Тайлера в одном кадре. На 19.45 дают подсказку в словах рассказчика. Он говорит. Нельзя ли проснуться другим человеком? И показывают Тайлера. На 30.10 персонаж говорит о культуре потребления бесполезной информации. «А волнуют меня знаменитости и скандалы. Телевизор, где 500 каналов, люди-рабы своих вещей». На 32.30 рассказчик говорит, что Тайлер вставлял в фильмы кадры из сексуальных сцен. «Часть кадров порнографии в семейный фильм». Радиоведущий Сергей Стилавин, посмотрев «Бойцовский клуб», спрашивал об этом дозвонившегося в эфир киномеханика. И они разговаривали как раз таки об этом. «Ты чё, работаешь этим самым киномехаником?» «Да, да». «Ты делаешь такие же точки, когда один кадрик вклеивается с какой-то откровенной порнографией в нормальный фильм?» «Какого там нет?» «Множество нормальных». «Ты слышал о таких историях, да?» «Не, не слышал». «И когда, значит, люди смотрят нормальное кино, да, и вдруг мелькают какие-то обнажённые тела раз в минуту или в две, и они не понимают, что такое, а потом выходят из кинотеатра, и у них такой зуд прямо воевает, что в теле». На 3-4-57 Эдвард Нортон Коммандер на самом деле ударил Брэда Питта. «Двинул мне в ухо». «Нет, только не в ухо, не в ухо, нет». На 52-50 в сцене, когда Марла говорит «Да меня так не пялили с начальной школы». У неё была альтернативная версия, которая была взята из книги «Бойцовский клуб». «Я хочу иметь свою абортиру». На 1-0-4-53, когда босс находит правила бойцовского клуба, рассказчик намекает боссу на то, что лучше не надо задавать ему лишних вопросов по поводу бойцовского клуба, иначе... «Возможно, вы знакомы с ним годы. Будет выпускать обойму за обоймой в своих коллег и сотрудников». После случая в школе Колумбайн 99-го, когда школьники пришли в школу с оружием и убили учеников и некоторых учителей, эту сцену вырезали. «Будет выпускать обойму за обоймой в своих коллег и сотрудников». На 1-0-7-0-0, когда рассказчик трогает грудь Марлы, она спрашивает... «В дубляшке «Двойной смысл этой сцены» съели и высрали колбаской в уши словами... «Есть что-нибудь?» «Нет». «Ничего нет?» «Нет, ничего». И на 1-26-53 Марла вновь показывает свою небезразличность к рассказчику. «Кто это сделал? Она или он?» «Какая тебе разница, она или он?» «А что, спросить нельзя?» «Хочу танцевать нельзя, что я?» На 1-12-13 Тайлер стоит так, что даёт понюхать свои подмыхи. Точно так же стоял Рокки в первой части. «Да нет, но всё в порядке. Вы же мой гость». На 1-16-30 рассказчик угрожает боссу. «Ты угрожаешь мне?» «Вы даёте мне ставку независимого консультанта, тогда я получаю зарплату и никому не рассказываю. И я не буду приходить в офис». Подобные угрозы были также в фильме «Красота по-американски», который вышел в том же году, что и «Бойцовский клуб». «То есть вы хотите, чтобы я начал тяжбу о сексуальном домогательстве ко мне?» «Сколько ты хочешь?» «Годовую зарплату плюс страховку». На 1-30-23 Гаврила в своём переводе «Ошибся». Он перевёл. «Ты слишком, слишком тупой, убирайся отсюда». А в оригинале там говорят. «Чересчур блондин». И ещё в «Бойцовском клубе» были удалённые сцены. В удалённой сцене на собрании смертельно больных девушка называет рассказчика Руперт. Но рассказчик говорит, что своё настоящее имя в подобных группах он никогда не называл. «Хелло, Руперт». А в сценарии, кстати, имя рассказчика было Джек. Ещё была сцена, где Тайлер говорит, что бросил курить. И это показывает, что рассказчик побеждает над Тайлером. Он уже не ведёт себя как кто-то другой, более уверенный в себе. Также ещё была парочка альтернативных дублей и разных вариантов монтажа сцен. Ещё есть рабочая версия «Бойцовского клуба», в которой заставка другая, немножко другой монтаж, другая музыка, а также использованы другие дубли, которые не вошли в финальную версию. В 2004 году вышла игра «Бойцовский клуб». На хуйнящике и клейстейшн. А в 2015 выходил комикс «Бойцовский клуб 2». Вышло 10 выпусков. Там автор придумал имя главному герою из первой части и выяснялось, что его настоящее имя Себастьян. Он там женился на Марле, у них родился сын и так далее. Также в 2019 планируется комикс «Бойцовский клуб 3». Теперь подробнее расскажу про главных актёров «Бойцовского клуба». Эдвард Харрисон Нортон Коммандер играл рассказчика без имени в «Бойцовском клубе». Эдику на февраль 2019, 49 лет, а родился он 18 августа 1969. Его мама работала учителем английского и умерла в 97-м от рака мозга, а папа работал адвокатом. В университете Эдик изучал историю, затем заинтересовался театром и играл в постановках. Первая его роль была в образовательном фильме «Только в Америке» в 94-м. Тогда Эдварду было около 25 лет, а первое полнометражное кино, в котором появился Эдвард за 50 тысяч долларов, это был фильм «Первобытный страх» 96-го. Роль у него была очень большая и очень важная в фильме, и Эдвард уже номинировался на Оскар за свою первую роль в полнометражном фильме, а получил «Золотой глобус». Фильм, кстати, имеет общее с «Молчанием ягнят» и «Ганнибалом лектором». Роль у него была достаточно большая и со словами, и Эдвард уже номинировался на Оскар за эту роль, а получил «Золотой глобус». Изначально роль предлагалась Леонардо Ди Каприо, но он отказался от неё. Затем Эд был в фильме «Народ против Ларри Флинта» 96-го, «Шулера» 98-го, «Американская история Икс» 98-го же, за роль в которой Эдик наминировался на Оскар как лучший актёр. «Американская история Икс». На съёмках фильма у Эдика с режиссёром Тони Кейм были частые скандалы и споры, и Эдик даже получил разрешение на финальный монтаж фильма и сделал его, из-за чего режиссёр Тони Кейм хотел, чтобы его имя полностью вычеркнули из титров фильма, но ему продюсеры отказали в этом. Из-за того, что он рассказал, почему он хотел сделать это. По правилам нельзя говорить, почему именно режиссёр хочет убрать своё имя из титров. Затем Эдик рассматривался на главную роль в фильме «Американский психопат» 2000-го. Режиссировал и играл в фильме «Сохраняю веру» 2000-го. «За восемь лимонов» играл в фильме «Убить смучи» 2002-го. Появился в фильме «Фрида» 2002-го же. Вновь «За восемь лимонов» был в фильме «Красный дракон», который является продолжением про Ганнибала Клиттера. Отказался от главной роли в фильме «Халк» 2003-го. Играл «За один лимон» в «Ограбление по-итальянски» 2003-го. В фильме «Иллюзионист» 2006-го. Принял на себя главную роль в фильме «Невероятно скучный Халк» 2008-го. Играл в офигенном фильме «Королевство полной луны» 2012-го. С чего ты это взял? Приём. «Эволюция Борна», «Отель Гранд Будапешт» 2014-го. И был в фильме «Бёрдман» 2014-го же, у которого после слова «Бёрдман» в названии есть ещё слова «Неожиданное добродетель невежество». За роль в фильме Эдик в третий раз номинировался на «Оскар», а в 2019-м Эдик будет в фильме «Алита. Боевой ангел». С 2012-го Эдик женат на продюсерше Шони Робертсон, и у них есть один ребёнок. Уильям Брэдли Питт играл Тайлера Дёрдена в фильме «Бойцовский клуб». На февраль 2019-го ему 55 лет, а родился он 18 декабря 1963-го. Папа Элвин Питт был менеджером грузовой компании, а мама Джейн Эдто, учительницей в школе. Брэдли с детства интересовался актёрским искусством, но выучился на журналиста. Позже он переехал в Лос-Анджелес и стал изучать профессионально актёрское искусство. Начинал свою карьеру Питти с появления в сериале «Другой мир» 1987-го. Затем была роль в массовке фильма «Ханг». За 38 долларов был в массовке фильма «Меньше чем ноль». Играл в сериале «Даллас». Появился в сериале «Джамп стрит 21» с Джонни Деппом. Играл в фильме «Тёмная сторона солнца» 88-го. Пробовался на роль в ужастик «Фантазм 2», но не получил роль. Был в одном эпизоде сериала «Кошмары на улице Вязов». В фильме «Счастливо вместе» 89-го. Джонни Замша 91-го. Играл небольшую роль за сэ... За секс. Хе, бля. Играл небольшую роль за 6 тысяч долларов в фильме «Тельма и Луиза» 91-го. Уже за 500 тысяч играл в фильме «Калифорния» 93-го. Играл укуренного в фильме «Настоящую любовь» 93-го. За три лимона играл в фильме «Интервью с вампиром» 94-го, про который и рассказывал в ролике про фильмы с вампирами. Ссылка будет в описании. Ты не чувствуешь ничего. За роль в фильме Брэду и Тому Крузу вручили золотую малину, как худшие кинопари. Также в 90-е годы Брэд встречался с актрисой Джулиэт Льюис, которую вы помните по фильму «От заката до рассвета», где она играла дочку. Дрочку. Затем Питти играл за четыре лимона в фильме «Семь» Давидика Финчеровского. Номинировался на Оскар, а получил золотой глобус за роль в фильме «12 обезьян» 95-го. Обезьян? Обезьян, да. 12 обезьян. Играл в фильме «Спящие», «Собственность дьявола» 97-го с Харрисоном Фордом. Знакомьтесь, Джо Блэк 98-го. А сразу после съемок в бойцовском клубе он получил роль в фильме «Большой куш» Гая Ричи, про который есть отдельный ролик на канале. Нихойси! Пилимай, бегусь здоровее! Затем рассматривался на роль Нео в фильме «Матрица», но отказался от нее. Рассматривался на главную роль в фильме «Мумия» 99-го. Снимался в различной рекламе, в том числе рекламировал джинсы Эдвин. В 2000-м Брэдли женился на Дженнифер Энистон, с которой был вместе до 2005-го. Их свадьба стоила 1 миллион долларов, а развод обошелся Брэду в 29 лимонов. Также в 2000-м Брэдли участвовал в шоу «Чудаки», которые шли по МТВ. Он был одет в костюм гориллы и пугал прохожих. Далее играл в фильме «Мексиканец» 2001-го, «Шпионские игры». Появился в сериале «Друзья», где играл персонажа, ненавидящего Рэйчел. За 30 лимонов снимался в трех фильмах про друзей Оушена. Появился в фильме «Признание опасного человека» 2002-го. Играл в фильме «Трое» 2004-го. За 20-ку лимонов играл в фильме «Мистер и Миссис Смит». После прочтения «Сжечь» 2008-го номинировался на Оскар за роль в фильме «Загадочная история» Бенджамина Бетонова. Играл в фильме «Бесславные уёбки» 2009-го. Наменировался в третий раз на Оскар в фильме «Человек, который изменил всё» 2011-го. Озвучивал Мэтромена в мультике «Мегамозг». Играл в фильме «Война миров Z» 12 лет блядства 2013-го, который получил Оскар как лучший фильм. Снимался в фильме «Игра на понижение» 2015-го, «Союзники» 2016-го, «Машина войны» и «Дэдпул 2» 2018-го. А далее «Брэдли» мы увидим в фильме «Однажды в Голливуде» режиссёра Квентина Тарантино. Фильм будет о киноиндустрии. С 2014-го Брэдли женился на Анжелине Джоли, которая очень любит детей. Но биологический отец Брэдли двух дочек и сына, которых Анжелина родила в 2006-м и в 2008-м. В 2016-м Брэдли с Анжелиной подали бумаги на развод, но до сих пор они официально не разведены. Хочу сказать отдельное спасибо за постоянную поддержку на сервисе Patreon. Альфреду, Сергею Чернову, Серёге Шелесту, Ио Виес, Кириллу Кусанаги и Сергею Миняйлову. Спасибо, ребят, что постоянно поддерживаете уже много месяцев на Patreon. И также отдельное спасибо тем, кто поддерживает меня на сервисе Patreon. Вы также очень важны и поддержка это реальный стимул делать что-то интересное. Кстати, кому интересно более подробнее узнать о Брэде Питте и прочих актёров Голливуда, то ссылка есть в описании на канал, который называется Окило... Окило кино кино... Блин, Около кино... Ничего мне они не платили. Просто я сегодня посмотрел ролик про Брэда Пита. Понравилось очень, поэтому их рекомендую. Ссылка будет на их ролик и канал в описании. Финчер увидел его роль в фильме «Народ против Ларри Фринта» 96-го. Эдик получил роль в «Бойцовском клубе» благодаря тому, что режиссер Дэвид Финчер увидел его в фильме «Народ против Ларри Фринта» Барлена, ебаный в рот. За роль в фильме Брэду и Тому Крузо влучили... Влучили...